Тонкоин будет стоить минимум 10 долларов за одну монету и сейчас расскажу почему The Open Network один из лучших блокчейнов первого уровня. Погнали! Друзья, для нас простых пользователей самое важное что? Это низкие комиссии, быстрые транзакции и надежность сети. И в этом видео хочу максимально простым языком рассказать откуда появился Тонкоин, в чем его предназначение, сколько мы можем заработать и почему он так ценен на рынке. Давайте вкратце расскажу, что Тонкоин был создан двумя братьями, это Павлом и Николаем Дуром и впоследствии они передали открытому сообществу абсолютно все права, то есть валидаторам, сейчас на скрине можете увидеть сколько их, и они поддерживают данный блокчейн. И глядя на график мы с вами можем увидеть, что сейчас цена 2 доллара 20 центов, на сегодняшний день это 25 сентября 2023 год, всего в суплае 5 миллиардов Тонкоинов, где на Эфириум и БНБ сеть всего приходится 27 миллионов монет. На каких ценовых позициях лесенкой можно докупать, как я это буду делать, расскажу чуть попозже, сколько мы с вами можем получить. Сейчас мы перейдем на тонстат.ком, здесь у нас некая статистика, где мы с вами можем увидеть максимальный суплай Тонкоинов, также можем увидеть количество аккаунтов за все время, оно неустанно растет, то есть можете это все наблюдать, я сделал за все время, можно поставить опять же одну неделю, либо один месяц, как вам удобно. И аккаунтов почти 3,5 миллиона, где содержатся как NFT, так и токены. И помимо этого от вас 180 до 200 тысяч транзакций в сутки обрабатывается. Почти 140 тысяч кошельков уникальных, на которых имеются Тонкоины, также они кстати растут. И в поддержании блокчейна, внимание, 24 страны, это очень круто, на самом деле 343 валидатора. Как заработать на валидаторе я также сейчас расскажу, поэтому смотрите до конца. В прошлом году Тонкоин важный этап завершил, это майнинг Тонкоин. За 2 года каждый день по 200 тысяч Тонкоинов было намайнено, соответственно 28 июня закончился майнинг и 98,5% от общего запаса намайнилось. И уже сейчас мы с вами увидели картину расширения безопасности, где поддерживает сам блокчейн валидатор их 343, насколько мы с вами могли увидеть. И всего 0,6% новых монет в год появляется, то есть сам токен дефляционный, сама монета дефляционная, то есть максимального сопла нет, но сильно не будет бить ни по какому рынку, потому что 0,6% монет, это в принципе довольно приемлемо. Следующий пункт, о котором я хотел поговорить, это как заработать на монете Тонкоин. И полтора года назад я принимал участие в проекте Ракетон, сейчас кстати он также, на нем можно зарабатывать, он не скамится ничего, там очень много Тонкоинов сейчас заложено. И вот довольно-таки недавно я получал Тонкоин, это вчера можете видеть 4,4, но об этом совсем другой ролик, на канале можете посмотреть. Здесь на самом деле очень сложно уже заработать, так как мало активности, мало движухи, но заработало 2264 Тонкоина, я думаю 2500 примерно заработаю, на нашей реалии это примерно больше 5000 долларов. И казалось бы, вот мы заработали определенную сумму, 5000 долларов это довольно-таки неплохой бюджет, куда его деть, чтобы просто так они не лежали на каком-то централизованной бирже. Но если мы начнем с того, как можно заработать на Тонкоине, самое наверное менее безопасное, это как раз-таки застейкать на централизованной бирже. Ну, к примеру, биржа Bybit нам дает вот такие вот проценты, это для новичков, но акция уже заканчивается 9 дней. И в принципе в течение месяца под 15% годовых, это очень огромный процент на самом деле, можно поставить стейкинг до 3000 Тонкоинов. То есть если мы поставили бы 3000 Тонкоинов, расчетно-годовая доходность у нас 37 Тонкоинов. Стоит она того или нет, это уже решать вам. Также на Тонорг можно их увидеть. Это первое, это стейкать прямо в кошельках, вот здесь скриншот будет, можете посмотреть. Можете застейкать на Тонстейкерс от одного Тонкоина, то есть давайте перейдем, подключайте свой кошелек и вот здесь можете абсолютно любую сумму дать ликвидности, можно сказать. И вам начисляют вот такие TS-токены, один к одному, то есть внизу можете посмотреть. И вот такая годовая доходность 4.23, в принципе это приемлемая и на всех надежных площадках такую доходность дают. Если дают 50-100% годовых, это уже очень много, не говоря уже каких-то тысяч. Опять же если вернемся к кошелькам, где можно стейкать, на сайте samton.org.ru, если вы не знаете как найти его, обратитесь ко мне в ЛС, либо в комментариях оставлю. Здесь есть различные кошельки и очень удобно. Здесь показано новичкам в криптомире, если вы только заходите. Если вы хотите иметь абсолютный контроль для разработчиков и вот такой вот интересный фильтр, где либо просто стейкинг, где мы можем застейкать, нам сейчас покажут кошельки. Это ToneKeeper, ToneHub и MyToneWallet. Либо вы хотите прокси взять от Тонкоина, то есть очень много различных кошельков. Вообще Тонкоина огромная экосистема, сейчас можете поставить паузу, рассмотреть. Это от кошельков, заканчивая NFT, различными играми и маркетплейсами. Также кошелек есть в самом Телеграме, он уже внедрен в само приложение и здесь также можно покупать на P2P маркете, также можно загрузить сюда, отправить монеты. То есть довольно удобно сделали. Ну и один из самых прибыльных вариантов, как можно застейкать Тонкоин, это стать номинатором, либо валидатором. Что это такое? Валидатор это тот человек, который мы уже рассмотрели этот момент, который поддерживает блокчейн. Он вносит минимум 10 тысяч Тонкоинов и тем самым проверяет достоверность различной информации в самих транзакциях, в блокчейне. И также у нас есть номинатор, это тот человек, у которого, к примеру, нет мощного компьютера, либо нет мощного интернета, нет 10 тысяч Тонкоинов. Он может одолжить валидатору свою сумму, как раз таки это человек номинатор. И на сайте tonvalidators.org внизу есть различные пулы, в которых вы можете поучаствовать. И здесь профит можно поделить 60%. Все это можете изучить, не будем внедряться. Заходите на tonvalidators.org и внимательно читайте. И если мы с вами вернемся как раз таки к этой системе, одним из маркетплейсов, которым я достаточно долго пользуюсь, это фрагмент. Что это такое? Если мы перейдем на fragment.com, мы с вами можем подключить наш кошелек и сделать следующее действие. Здесь три вкладочки. Это мы можем заментить, можно сказать, купить, точнее, домен абсолютно любой. То есть это будет наше имя в телеграме. Здесь можете увидеть, сколько тонкоинов стоят довольно распространенные домены именно. В какой-то момент можно было здесь заментить достаточно распространенный домен, к примеру, биткоин, либо сатоши, и продать его за хорошее количество. Тут есть аукцион, есть прайс, цена, то есть сразу купить. Также у нас есть number. Это телефонные номера уже внутри фрагмента, то есть внутри телеграма. То есть здесь нет никаких сим-картов, виртуальный телефонный номер. Также красивые номера более дорогую цену имеют. Здесь все это можете посмотреть. И то, чем я как раз таки пользуюсь, это телеграм премиум. Именно здесь я приобретаю его. Вот недавно, 9 июля, я приобрел на 6 месяцев за 11 тонкоинов. Тогда он стоил вообще 1,70$, по-моему. Соответственно, я очень хорошо сэкономил. На 3 месяца скидка 20%, на полгода 47% и на 1 год 52%. Это довольно круто, если вы пользуетесь телеграм премиум. А как мы с вами видим, дура все больше и больше внедряет именно в телеграм премиум различных фишек, чтобы люди пользовались. Это достаточно удобно. Вот сейчас недавно внедрили, что можно делать истории в телеграме. Помимо личных историй, также можно, если у вас есть группа, создать в группе историю. И очень часто видим, что дуров, можно сказать, в масс адопшн внедряет понемногу, по-тихому блокчейн свой, чтобы обычные пользователи, которые никак не связаны с криптовалютой, начинали понемногу понимать всю ценность данной технологии. Сейчас я хочу вам показать краткий roadmap, что-то достаточно интересное будет в будущем. И перейдем к цене, сколько я жду, куда спустится. Мы находимся сейчас вот здесь, вот это второй квартал 2023 года. К третьему кварталу очень много интересного. Это добавляют новые валюты, добавят переводы между биткоин, эфириум и BNB, блокчейн. Помимо этого, добавят гайды и инструменты для шардирования. Это очень важно для блокчейна. И простыми словами, если говорить шардирование, если не ошибаюсь, это масштабируемость блокчейна. И нам покажут, насколько быстрая сеть уже в 2023 году, в третьем квартале. Помимо этого, уже в четвертом квартале переводы токенов на тонкоин, блокчейн в сети эфириум и BNB, смартчейн также будут присутствовать. Друзья, сейчас мы перейдем к графику, но прежде чем я расскажу о каких-то ценах, сейчас я покажу вам BNB, Solana, эфириум, как они выросли на своих бычьих рынках и почему тонкоин максимальный. Хай у него был 4,4 доллара, соответственно, очень большой потенциал у него имеется. Вот здесь скрины на экране, можете посмотреть. Ну а теперь, что я хочу сказать. Мы с вами видим, что на 2,6 у нас есть локальное сопротивление, соответственно, 2,6-2,7. Опять же, эту цену мы пройдем, если будут достаточно интересные новости по тонкоину, либо вообще на рынке. А напомню, что сейчас на рынке, чтобы начался, можно сказать, бычий цикл, опять же, это мое представление, нужно сейчас всего три момента. Первый момент – это хороший позитивный фон. Второй – это принятие биткоин ETF, это BlackRock, это Fidelity и так далее. И третий – это неизбежный халвинг, который будет через 200 с копейками дней. Но вернемся к цене – 2,20 тонкоин. Я предполагаю, что вот здесь также у нас есть неплохой уровень на цене 1,9, то есть к нему мы можем вернуться. Скорее всего, будет откат 1,9-1,8. И вот в этом диапазоне я бы, наверное, прикупал уже понемногу лесенкой. Если говорить о том, где фиксировать, это, конечно же, непонятно, как у нас пойдет бычий рынок. Но я предполагаю, что цена в 10 долларов вполне реальная, то есть это всего 5x, хотя этот инструмент еще не давал никакую, можно сказать, прибыльность хорошую. Это мои мысли по тонкоин, обязательно буду его наращивать, сейчас очень маленькая позиция. Мне интересно услышать вас, обязательно переходите в мой телеграм, там очень много полезного. Буду рад вас всех там видеть. Пока.